Здравствуйте, друзья! Это видео мы посвящаем для тех, кто совсем занимается пандалиней йогой недавно, либо вообще в первый раз. В этом видео мы разберем основные элементы практики, как буквы, азбуки, без знания которых сложно осваивать что-то дальнейшее, самые фундаментальные вещи, чем простые, как мы настраиваемся на занятия, из чего оно состоит и какие часто повторяющиеся элементы встречаются в практике пандалиней йоги. Это видео будет очень вам полезно для того, чтобы приходить на классы, либо заниматься уже по видеоурокам и иметь какое-то базовое понимание и базовые фундаментальные вещи, на которые опираются к пандалиней йоге. Итак, в пандалиней йоге мы используем всегда структуру класса определенным образом. Мы всегда настраиваемся с помощью мантры, используется мантра, которая звучит так Омг, намо, гуру, дев, намо. Омг, намо, гуру, дев, намо. Поется эта мантра три раза, и на звук Ом мы вибрируем в носоглотке, так, чтобы этот звук входил в нашу голову, вибрировал в области верхней, мы в нем так Омг, то есть звук поднимается вверх и заполняет вибрации нашу голову. Эта мантра нужна для того, чтобы, во-первых, привести наш ум в необходимое такое собранное, сосредоточенное состояние, привести наш ум в правильное состояние, это первое. И второе, подключиться к той традиции, в которой мы практикуем, традиции к кандалиней йоги. И эта мантра, она нас связывает с этим знанием и с этой мудростью, которые пришли к нам сквозь века и тысячелетия. И мы к этой мантре подключаемся и имеем определенную связь с этим знанием, с этой традицией, с этой мудростью. Это первая мантра, в которой мы открываем все занятия. Омг, намо, гуру, дев, намо. Сейчас я объясню и потом покажу, как это поется. Вторая мантра, поддерживающая или охранная, она чуть сложнее. Четыре строчки. Адгурэйнамэ, джугадгурэйнамэ, садгурэйнамэ, сиригуру девэйнамэ. Адгурэйнамэ, джугадгурэйнамэ, садгурэйнамэ, сиригуру девэйнамэ. Поется тоже три раза, таким полуречитативом. Эта мантра посвящена истине в разных ее проявлениях. И эта мантра, она дает нам некоторое такое качество поддержки, охраны и защиты. Такая защитная мантра. Ну, защитная функция ее заключается в том, что она, вот эту настройку, которую мы создаем с помощью первой мантры, она ее просто поддерживает, как кнопку радио. То есть, если мы держим подольше, то та радиостанция, которая в данный момент играет, она приемник ее запоминает и зафиксирует, чтобы эта настройка никуда не сбивалась. Ну, примерно так же. Первая мантра, она дает нам правильную частоту, мы настраиваемся на нужную радиостанцию. А вторая, она поддерживает эту настройку и делает ее устойчивой. То есть, все время занятия мы находимся в таком защитном, охранном поле, и наша настройка остается все время в нужном таком состоянии. Вот. Это то, с чего мы начинаем. Дальше само занятие состоит из нескольких частей. Их как минимум у нас три. И классический класс состоит из этих трех частей. Первая часть – это крия. Крия вообще в переводе обозначает действие или осознанное действие. В контексте кундалини-йоги под крии подразумевается целый набор действий или упражнений, которые направлены на какой-то аспект нашего существа. Бывает очень много разных крии, их сотни. Одни затрагивают физиологические внутренние органы, например, или какие-то системы, например, крии для нервной системы, или крии для иммунной системы, крии для позвоночника, крии для печени, крии для головного мозга и так далее. Это может быть эмоциональную какую-то составляющую затрагивает освобождение, например, от внутреннего гнева. Или, например, ментальную составляющую для настройки нашего ума и приведения нашего ума в определенное состояние баланса. Или это может быть, например, энергетический эффект, крии для увеличения жизненной энергии. Ну, как пример. И бывает много разных крии, которые мы делаем. Крии – это то, что нас подготавливает, включает наше физическое тело, дает нам хорошую физическую нагрузку и заставляет нашу энергию двигаться. Это крия в классическом классе кундалини-йоги. На крию 2 трети времени уходит от всего класса. 2 трети времени уходит на крию во время классического класса кундалини-йоги. Вторая часть, которую мы используем – это медитация. Медитация является основным, что мы делаем в кундалини-йоге. Это основная настраивающая, настроечная технология, которая приводит наш ум в состояние равновесия, в состояние баланса и в состояние… Мы очищаем свою… Как расческа для волос или щетка для зубов у нас есть, так же для нашего ума у нас есть медитация. Это то, что приводит наш ум в порядок. Наши волосы, они могут причесать, они могут… Кстати, если вас интересует, почему люди, кто занимаетесь кундалини-йогой, носят головные уборы, шапочки. Ну, когда мы медитируем и у нас одет головной убор, то мы можем лучше сконцентрироваться. Это способствует улучшению кровообращения головного мозга. И самое главное, мы активизируем вот этот центр, который называется третий глаз или аджин-чакра, точка между бровями. Вот, и многие, практически все, кто профессионально занимается кундалини-йогой, носят головной убор. Вообще, должно быть еще белое одеяние, но мы сейчас находимся на туре, вот, и как-то такой расслабленный режим, поэтому я немножко нарушаю дресс-код. Поэтому ничего страшного, головной убор мне носить не обязательно, белую тоже одежду носить не обязательно, хотя белая одежда способствует увеличению нашей ауры и очищает наше тонкое поле. Вот, это немножко в сторону. Итак, значит, крии – это основная часть, которую мы используем в нашем занятии. Медитация, извините, крии – подготавливающая часть, медитация – основная часть, крии – две трети времени, медитация – одну треть времени, и в медитации мы вот работаем на нашу тонкую составляющую, на пространстве нашего ума. Вот, и третья часть, которую мы используем во время класса, это расслабление или шавасны, когда мы ложимся на спину и некоторое время оставимся без движения и даем возможность нашему телу полностью расслабиться. Вот, это крайне полезная целительная практика. Во всех видах йоги она используется, дает отдохновение нашему телу, успокаивает нашу нервную систему, наш ум постепенно успокаивается и приходит в состоянии равновесия, баланса, в состояние умиротворения. Вот три части, из которых состоит структура класса. Всегда, когда вы приходите на класс, делается какая-то крия, делается какая-то медитация и делается расслабление. Вот три части, как конструктор, из которых сочетается… Бывает, что переделаются две крии – это нестандартный вариант, или, например, две медитации – одна до расслабления, вторая после, Но тем не менее, вот эти все части, они обязательно в классе встречаются. И заключается завершающим этапом занятия, мы переключаем наш приемник в обычный режим бытовой жизнедеятельности, мантры сатнам. Мы долго поем сат и коротко поем нам. Долго поем сат и коротко нам. И вот мы описали всю структуру занятия, мантра онг намо гурудэг намо поется, потом адгурэй намэ, джугадгурэй намэ, садгурэй намэ, сиригурудэ вэй намэ. Дальше делается крия, перед крией иногда делается какая-то разминка, иногда не делается, это не так важно. Важно, вам понимать сейчас, что существует блок крия, потом делается медитация и делается расслабление. Иногда после крия сначала делается расслабление, а после расслабления делается медитация. И завершается процесс занятия мантры сатнам, долго сат, коротко нам. Вот такая структура, которая вы можете проследить во всех классах, вот так вот используются, вот такие элементы, и из таких элементов состоит практика кундалини йоги. И следующий аспект, который сейчас мы озвучим, тоже крайне важный, особенно для тех, кто в первый раз на это не всегда уделяется внимание во время занятия, не всегда есть и время, и ресурсы для того, чтобы это разобрать. То есть это два основных элемента самой практики, то, что может входить и в часть крии, то, что может входить в часть медитации, и на каждом занятии, скорее всего, что вы встретите дыхание огня и корневой замок. Не всегда это объясняется, иногда просто все приходят на занятия, и иногда вы приходите на занятия, вы не знаете, что это такое, и инструктор, преподаватель говорит, так, делайте дыхание огня, и вам приходится ориентироваться, что это такое. Итак, дыхание огня – это основная базовая техника кундалини йоги, которая используется повсеместно, это такое синхронизирующее дыхание, оно делается следующим образом. Вот сейчас положите руку на живот, выпрямите позвоночник, чтобы ваш живот не сжимался, а был расправлен. Для этого вам нужно поднять грудную клетку, отвести плечи вниз, и вот это пространство, чтобы вы почувствовали свободным. И, начиная слегка втягивать живот на выдохе внутрь, на вдохе наружу, нужно будет делать быстрое, ритмичное, короткое дыхание, короткие вдохи и выдохи, равнозначные по силе и по продолжительности. Причем скорость от одного цикла, цикл – это вдох-выдох, от одного цикла в секунду до трех, примерно так. Это может быть медленнее, особенно если в первый раз, то имеет смысл более медленно начинать пробовать и связать вот это короткое импульсное втягивание живота с выдохом. Живот наружу – это вдох, внутрь – выдох, наружу – вдох. Выкачайте переднюю стенку живота, наружу и внутрь, наружу и внутрь. Или быстрее. Вот, попробуйте, обязательно потренируйтесь в течение нескольких дней, пробуйте это делать, делайте с утра несколько циклов, в течение дня можете пробовать настраивать это дыхание, чтобы потом, когда вы уже будете, собственно, заниматься практикой, уже будете на классе или будете заниматься по видеоуроку, чтобы у вас это уже вопрос был оттренирован, вам не приходилось тратить усилия на то, чтобы справляться с дыханием огня. Позы бывают разные, не всегда они удобные, и если в неудобной позе еще и добавляется дыхание огня, то это, конечно, значительно усложняет весь процесс. Поэтому потренируйтесь, сначала делайте с рукой, двигая живот наружу и внутрь, потом, когда уже будет получаться, руку убирайте, и, находя свой ритм, такой достаточно быстрый, тренируйтесь в дыхании огня. Это то, что является базовой техникой дыхания в кундалини-юй. И второе, что каждый раз делается на занятии, это называется мула-банха или корневой замок. Это то, что активизирует нашу энергию и поднимает ее вверх по позвоночному столбу, активизируя все наши энергетические центры. Она делается следующим образом. Мы обычно делаем какое-то упражнение. После того, как мы заканчиваем, мы останавливаемся, делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание, и на задержке дыхания делаем корневой замок. Корневой замок – это когда мы сжимаем все мышцы в основании таза, мышцы вокруг половых органов, мышцы вокруг ануса, мышцы между ними, там мышцы такие сфинктеры, кольцевые мышцы. Мы их так поджимаем, подтягиваем вверх, то есть внутрь, и низ живота, самый низ живота, тоже немножко в тонусе. Получается, что у нас внутри образуется такой комок напряжения, как такая область, которую мы держим в тонусе, и в таком напряжении, раз мы так поджимаем. Это называется корневой замок. Когда мы сжимаем эти мышцы, когда мы их напрягаем, это называется корневой замок. Или мула-банха, что одно и то же. Мула – корень, банха – замок. Или печать, еще иногда переводится как печать. Во-первых, это очень полезная практика, которую хорошо уметь делать, потренировать там все внутренние мышцы, потому что это оздоровление внутренних органов, которые находятся в области малого таза, улучшение кровообращения, чтобы никаких болезней, связанных с мочеполовой и репродуктивной системой, они нам не грозили. Лучшее лечение, конечно же, это профилактика, поэтому корневой замок – это то, что дает нам усиление и энергетическое, и физиологическое в области таза. На уровне энергии это поднимает восходящие потоки энергии по позвоночнику вверх, направляя энергию, весь наш энергетический потенциал, который мы активизируем, практикуя кундалини-йогу, нашему головному мозгу, чтобы наш компьютер работал очень четко, очень точно, принимая верные решения и очень точные. Вот, дыхание огня, корневой замок – то, что встречается на каждом занятии. Мантры рассказал. Ниже на странице, посмотрите, вы можете оставить свой контакт, и вам будет направлено видео начального уровня. Сейчас мы никакую практику делать не будем. Но есть у меня несколько видео для совсем новичков, там тоже достаточно подробно объясняются какие-то элементы практики, и уже вы можете заниматься по видеоуроку. Внизу на этой странице есть форма, где вы оставляете свой e-mail, и вам на e-mail придет видеоурок. На этом мы завершаем. Занимайтесь йогой, будьте здоровы! Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok